Да, всё в порядке. Наталья Зубаревич у нас на прямой связи. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здрасте. Знаете, я знаю, что вы любите книгу «Карта Родины» Петра Вайля. Мы с вами в предыдущий раз как раз эту тему затрагивали. И там есть такая фраза, я специально её сейчас зачитаю. «Вырастание в углу рождает комплекс исключительности, проявляющийся двояко. Мы хуже всех, и мы лучше всех. В русском самосознании эти установки живут одновременно. Главное, мы всех». Вот можно ли это экстраполировать на российскую экономику, как вы считаете? Нет, там всё проще. Потому что то, о чём вы говорите, это о высоком. А экономика, она такая сволочь простая. У тебя денег хватает или нет? Ты это можешь купить или нет? Ну, инфляция прёт или как-то потихоньку? Там реальность, данная нам в ощущениях, гораздо предметней. А вы говорите о возвышенном, о комплексах. Немножко разные ипостаси. Просто интересно, насколько комплексы, какие-то поведенческие моменты людей, принимающих решения, в том числе в экономике, влияют на экономику? Или она всё-таки автономна? И личный момент, он не отличается? Вот как вы думаете? Конечно, влияет. Потому что это же воплощается в решениях политических и экономических. Кому дать денег больше? На какие виды производства их направить? Какие дороги построить? Конечно, воплощается. Геополитический приоритет в России, он третий после двух, которые знает мировая экономика. Мировая экономика, она такую родила, то, что называется, уж простите, дилемма равенства-эффективность. Ну, то есть противоречие, давайте скажем по-русски. Равенство-эффективность. То есть ты, если хочешь, чтобы твоя страна развивалась быстрее, ты делаешь ставку на более такие вот регионы, которые с конкурентными преимуществами, они побежали и потащили страну за собой. Или когда вдруг, как Китай в конце нулевых, ты видишь, что разрывы уже чреваты, ты начинаешь больше перераспределять. То есть от сильных приходится отбирать, у нас с этим проще. У нас отбирается нефтяная рента, вся отправляется на федеральный бюджет, и там уже сами большие дяди решают, а как, кому, сколько. Но, тем не менее, идёт перераспределительный процесс. Он у нас тоже идёт. Только фишка в том, что Россия, как родина слонов, изобрела ещё одну, третью компоненту. То есть мы из плоскости выходим в объём. Называется геополитика. И уж туда идёт, там не выравнивающие эффекты. Там совсем про другое. Есть великая могучая республика на известную букву в конце алфавита. И туда пошло, потому что так надо. Как сейчас поворачивается огромное количество денег на так называемые новые территории. Потому что так надо. И это ни к выравниванию не имеет отношения, ни к ускорению роста. Это вот то самое, что есть в голове, и то, что мы называем геополитическими представлениями о прекрасном. Я ответила на ваш вопрос? Да, но я хочу как раз вспомнить. Октябрь. Вы в одном из интервью, если не ошибаюсь, говорили о том, что поезд уже начал тормозить, но этого ещё не чувствует. Это октябрь. А сейчас как раз в интервью Forbes, если не ошибаюсь, вы сказали о том, что Россия ведёт себя как бедная страна. Заметили это торможение уже всё-таки? Нет. Я про бедную страну не помню, в связи с чем говорила. И давайте разбираться, потому что мне нужен контекст. Торможение было в октябре в потребительских расходах. И мы видели, что октябрь к сентябрю и сентябрь к августу мало похуже. Но наступил ноябрь, предновогодняя горячка, и народ побежал. Но нельзя отбить у россиянина ощущение, что живём один раз, и когда подходят праздники, надо гулять. Поэтому, да, чёрные пятницы ноябрьские не были столь богатыми на расходы, но всё-таки они были. Поэтому тут будем не спешить и посмотреть. Дальше. По промышленности. Я не скажу, что есть торможение, но обработка достигла своего пика. Уже всё, все мощности востребованы. Вся рабочая сила использована. Поэтому мантры про низкую безработицу в России вообще это плохой знак, кто не знал. И как следствие, но уже выше головы не прыгнешь. Бешеные ограничения по мощностям, потому что, да, хорошо инвестируете, но это же завтра-то не получится. Это же длительностью даже не в месяц, а в годы история. А с рабочей силой всё, швах. Швах. Полный швах. И раз так, это уже просто мощнейший, объективный фактор, который будет тормозить рост российской экономики. Тут уже не попрёшь, патриот ты или либерал. Но есть экономические законы. И выше головы тут прыгнуть точно нельзя. Вот по поводу мощностей. ВПК сейчас на пределе российские работают? Ну, во-первых, я не знаю. Во-вторых, я знать не хочу. Потому что, знаете, как-то свободно воздухом дышать мне продолжать бы хотелось бы. Третье. По обследованиям обрабатывающей промышленности, которые ведутся вполне легально, загрузка мощностей превысила 80%. Это очень много. Это значит, ресурса почти не осталось. Если так, в целом, в обрабатывающей промышленности вполне себе можно предполагать, что похожая картина и в той её части, которая делает прочие металлические изделия и иные транспортные средства. Слушайте, я уже научилась выговаривать это правильное слово, сочетание. Там уже, да, вторая смена явно укомплектована. А про третью смену не знаю. Потому что вот он, барьер ограничений человеческих ресурсов рабочей силы. Может, у кого-то и получилось. Не знаю. Надо спрашивать у очевидцев. Я таковым не являюсь. А что касается человеческого ресурса, ведь, ну, наверное, рискну предположить, можно привлекать людей со стороны из-за границы, то есть рабочую силу. Или там тоже ограничен потенциал? Можно задать вопрос. А как вам так вот невиртуально представляется житель Средней Азии, токарь-расточник 5-6 разряда или сварщик такого же разряда? И мы с вами пригорюнились, потому что их квалификация и компетенции сильно отличаются от того, что требуется в российской обрабатывающей промышленности, в том числе в производстве прочих металлических изделий. Трудно. То есть, получается, проблема в том, что нельзя найти классированных специалистов именно на определенные… Их и в России нельзя найти. У нас беда с этим. У нас же острейший дефицит так называемых синих воротничков. Это те, кто работает руками. Белые воротнички – те, кто, ну, как считается, работают головой. Там с айтишниками беда, прежде всего. Думаю, с бухгалтерами нету. А вот в синих воротничках по очень широкому спектру специальностей острейшая нехватка рабочей сил прежде всего в обрабатывающей промышленности. Следом идёт агросектор, где тяжелейший дефицит механизаторов, работников свиномоческих комплексов и птицефабрик. Всё-таки весьма трудозатратные места вот в животноводстве. И третье – на транспорте всё сложнее. И розница тихо подвизгивает, потому что там они частично закрывают дыры. И мы знаем, как. Те, кто разносит по полкам, мы это корректно называем – иностранная рабочая сила. Те, кто довозят в Карабах, в основном тоже иностранная рабочая сила. Но после падения рубля в августе привлекательность работы в России, ну, с учётом, что вы потом это переводите в свои валюты, она сокращается. Нет, пока я не могу сказать, что вот закрылся этот краник притоков трудовых мигрантов. Пардон, неправильно говорю. Иностранной рабочей силы. Я столько выучила за последнее время корректных словосочетаний. Это даже не изопов язык, а это правильный язык в предложенных обстоятельствах. Короче говоря, они едут, но сказать, что поехали пошустрее, я не могу. Это не так. А своя-то рабочая сила сокращается. И, соответственно, эту дырочку заткнуть даже в тех секторах, где привычно работают иностранные трудовые мигранты, всё сложнее и сложнее. А те, кто приезжает к нам и сейчас, ну, довольно неплохо получают российское гражданство, вы знаете, его-то дают не столько для того, чтобы заткнуть дыры на рынке труда, а скорее для того, чтобы заткнуть дыры, а географически это называется в юго-западном направлении. Вы, опять же, по памяти цитирую, если что, поправьте меня, но в интервью Forbes говорили о том, что представляете карту России и глаз не хватает смотреть на пострадавшие регионы, потому что этих точек становится всё больше и больше. Что вы считаете пострадавшими? Понимаете, вы как-то очень обобщённо цитируете, в каком контексте я это говорила. На минуточку заработная плата России в выражении номинальном, то есть тупо в рублях без учёта инфляции, плюс 13%. И если вы посмотрите на эту карту Родины, да, быстрее всего она растёт в регионах со специализацией на оборонно-промышленном комплексе. Медленнее в Москве, но там другая причина, потому что в Москве она и так высоченная, и добавка того же количества рублей в процентах роста даёт меньше. Уж на всех углах, говорю, называется эффект базы, в данном случае высокой базы. Поэтому сказать, что Родина сильно обездолена, ох, я бы не рискнула. Дополнительные деньги, и очень немаленькие, пошли вот так называемые среднеразвитые субъекты, где у нас машиностроение, обрабатывающая промышленность. Они пошли также к периферии, маленькие городки, ну, в меньшей степени село, но всё же там, где у нас основная часть мобилизованных и контрактников. Это же зарплаты. Поэтому, ну, давайте так, значимая часть Родины, оно же российское население, они же электорат, получила прибавку. Так что не до страданий. Про Чечню, конечно, спрашивают, что с этим особым российским регионом, что там с финансовой, и вообще, как высчитывать и анализировать этот регион? Мы так понимаем, что он особняком стоит. Ну, расслабьтесь уже, уже расслабьтесь. Стандартно Ингушетия и Чечня по уровню дотационности имеют такую пропорцию. 84-86% всех средств их бюджета это помощь, так называемые трансферты, остальное как-то сами. В основном это налог на доходы физлиц-бюджетников. Больше там особо ничего нет. И так оно и продолжается. Но теперь эти две звезды российского бюджетного процесса должны отодвинуться в тень. На авансцену выходят другие. Фронтменами, или как там их назвать, становятся так называемые четыре новые территории. Там все гораздо круче. Поэтому просьба расслабиться, на Чечню особого внимания не обращать. Премьеры сменились. Что с точки зрения инвестиций в новые территории или оккупированные территории, как их называют во всем мире? То есть какие там процессы и сколько российская, скажем так, власть, распределяя бюджетные средства, инвестирует в эти территории? Гигантские средства. Можно я ограничусь этим сообщением? Я примерно знаю цифры. Можно, вот поверьте мне, как тетеньки с седой башкой. Это гигантские средства. Более того, в законе о бюджете на 2024 год, там даже где-то была легальная срочка о том, что эти так называемые новые территории получат до полтриллиона рублей. Я просто не очень помню, за три года, когда что-то маловато. Или это, ну, погодовая, это чуть великовато. Короче говоря, давайте вот я ограничусь одной фразой. Это бешеные деньги. И с учетом того, что за январь-октябрь трансферты остальным субъектам Российской Федерации, не учитывая эти территории, сократились на 4% в рублях, а инфляция вообще-то под 8-7,5%. Ну вот и почувствуете разницу. Чечне не сократили ни за что. Много вопросов из Телеграма. Буду их зачитывать, но, по крайней мере, какую-то часть постараюсь успеть. Варвара спрашивает у вас, что Наталья Васильевна могла бы рекомендовать пенсионерам, как сохранить свои небольшие накопления, можно ли успеть что-то предпринять до президентских выборов в кавычках 2024 года. Спасибо. Первое. Быстренько бегите в СБИР, оформляйте новый счет, потому что сейчас ставки по 15% годовых. Ну, хоть что-то получите с родного государства. Поэтому руки многие вперед. Это первое предложение. Второе предложение. Старайтесь вести здоровый образ жизни. Лекарства дорожают очень быстро. Не те, которые в корзине прожиточного минимума. Там я уже устала повторять. Корвалол, Валидол, Левомиколи и вот вся такая прелесть. Да, а те, которые, скорее всего, вам нужны, потому что здоровый, сейчас скажу, возраст здорового долголетия в России 58-59 лет. Хотя живем мы 73 в среднем. Значит, все остальное хроника, та или иная. Поэтому по максимуму видеть здоровый образ жизни. гуляйте побольше и бегите в Сбербанк складывать денежку на счет. Сейчас хорошие проценты. Спрашивают вас про яйца как некий критерий. О, разобралась. Разобралась. Что там с ними? Я тут в редакции, контекст, я их замучила, бедных, деталями, но я все-таки во всем разобралась, и мне теперь более-менее картинка понятна. Итак, рост цен на яйца мы мерим 5-11 декабря 23-го, ну, к началу периода, там уже 22-го декабря. Рост на 46%. Что случилось? А случилось следующее. Во-первых, по сравнению со всей продукцией животной, там мясо скота и птицы, молоко, рост яиц самый маленький, 2%, но он рост все-таки. Первая причина, у нас в нескольких регионах упало производство, и это почти всегда означает, что на птицефабриках случился мор. Это птичий гриб. И если мы смотрим на такие регионы, как вот у нас на два субъекта в России, очень крупные птицефабрики, и это Белгородская область и Мордовия, приходится 14% всего производства яйца в стране. А там спад, и там на 4-6%. Стало быть, на рынок пошло меньше яйца. Они снабжают сопредельные какие-то территории. Именно поэтому Белгород почувствовал дефицит и встал в очереди. Но цены выросли, видимо, какие-то частичные были перебои. Проблема. Мы же генетическое это яйцо продолжаем завозить для того, чтобы курочек размножать. Они в том числе и яйца несут. Второе. Ветеринарные это препараты у нас в основном импортные, а с ними были какие-то перебои, как и с генетическим яйцом. Стало быть, у вас где-то лучше поставки, где-то хуже, но произошло замедление. Когда у вас проблема с ветеринарными препаратами, те, кто видел, что такое птицефабрика, какой-то ужас, в какой вот тесноте эти бедные курочки сидят. Как только проблема с ветеринарными препаратами или они менее качественные, риски заболеваний животных возрастают. И вот все я сложила скучку, а заполирую я это. Прелесть, что такое это. Родной россиянин к Новому году не только салат оливье, а много чего другого. Яйцами запасать, слава богу, не Пасха, было бы еще хуже. Но к Пасхе, надеюсь, они как-то справятся. Поэтому это достаточно временный перебой. После Нового года скорее баланс спроса и предложения восстановится, но цены назад не пойдут. Тут без иллюзий, пожалуйста. А нет ли здесь такого элемента паники? Ну, когда мы знаем, что-то происходит с банком, и вдруг слух, люди бегут, начинают снимать, и это провоцирует реакцию. С яйцами что-то подобное произошло? Похоже. И это тоже, это уже не вишенка на торте, это гораздо крупней фактор. И он мне напоминает, знаете что? Как родные россияне, я уже где-то об этом говорила, как только взлетит доллар или евро, и все бегут их покупать на пике. Но это наша рациональность. У нас такая вот, вы мне говорили о том, что мы и самые какие-то, и самые сякие-то. И еще у нас вот такая рациональность. Куры, это демонстрируют тоже, хотя рубль и евро раньше демонстрировали покруче. Вы видели эти очереди в обменниках на пике подъема курса? Ну да, так мы устроены. То есть курам насмех получается? Ну не то, что насмех, по кошельку-то бьет. Глупые решения, они бьют по-вашему. Куры-то могут смеяться, а вы-то будете расстраиваться. Поэтому вообще призыв к рациональности очень невредная штука. Потому что нам этого сильно не хватает. У нас две особенности. Страусиная позиция спрятаться. В общем, мы такой курячий разговор с вами завели. Спрятаться и сделать вид, что все нормально и ничего неправильного не происходит. А второе хватать тогда, когда что-то дорожает или ухудшается. Вот в этом, как это сказать, птичнике мы примерно и живем. Вопрос от Андрея спрашивает он у вас. Наталья Васильевна, как вы считаете, принятые санкции на Западе сильно влияют на экономику регионов в России? Быстро не очень, хотя есть отдельные территории, где очень повлияли. Я уже в который раз говорю. Северо-Запад, лесоперерабатывающие регионы, которые процентов на 80 плюс поставляли свою продукцию на экспорт в Европу. Это главный был рынок сбыта. Летом 1922 года он закрылся и до сих пор лесопереработка в этих регионах не восстановилась. Металлургия тоже пострадала, потому что тоже летом закрылись в основном поставки на крупный для России европейский рынок, но случилось два изменения. Первое, мы его все знаем, рост производства и прочего оборудования и иных транспортных средств это все из металла делается, то есть рост внутреннего потребления. И второе, что важно, некоторая переориентация поставок на рынки других стран. Поэтому металлургия еще забыла, стройка выросла на 8%, а в стройке вообще немало металлоконструкций, поэтому прежде всего благодаря внутреннему спросу вырулили в меньшей степени переориентации поставок на другие рынки. Если мы берем нефтянку, она обошла все барьеры, но издержки-то выросли. Поэтому какой будет цена на нефть в следующем году, я точно не берусь говорить, но если она пойдет несколько вниз, при возросших издержках не смертельно, не смертельно, но на 10-12 долларов за баррель они выросли из-за логистики, из-за сложностей выплат и так далее и тому подобное. Поэтому, понимаете, вроде как ничего смертельного не произошло, ну кроме того, что рубь упал очень сильно. Но не всем это так важно, люди же не понимают, что то, что они потребляют, в этом во всем в большей или меньшей степени сидит импортная составляющая. И вот эти гордые разговоры, а нам плевать на рубль, мы покупаем в России, но флаг вам руки, а машины-то, которые это производят, они откуда? Там запчасти надо делать. А то, что вы потребляете в ширпотребе, там очень много импорта, и даже если это везут из Китая, из Турции, курс-то влияет на стоимость этих изделий. Поэтому, ну как, я вам про страуса уже говорила, ну вот страусы здесь, люди не хотят этого видеть. У нас есть звонок, хотел сказать радиослушатель, зритель на линии, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Анна, я из Риги звоню. Я бы хотела спросить вопрос, сделать отсылку к предыдущему интервью в Грэме, Игорь Липсиц выступал, он сказал, что замечены такие тенденции к снижению зарплаты нефтяников, то есть люди подобрали кредитов на высокие зарплаты, а теперь их гораздо сложнее отдавать. Вот что вообще происходит в Сибири? Могли бы вы прокомментировать? Спасибо. Так уже и расслабьтесь. Ну правда, ну я же здесь сижу, мне малость легче, я каждый месяц смотрю статистику. Если мы берём динамику номинальной заработной платы, да, понятно, что главным нашим на Урале, за Урале, где мы нефть качаем, больше всего она выросла в Курганской области, где делают боевые машины, пехоты. Но если вы смотрите на Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, там рост зарплаты в номинале 10-11 процентов, по стране 13. Но давайте я вам скажу простую фразу. если у вас исходная зарплата была 100 тысяч и вам подняли на 10, у вас 10-процентный рост. Если у вас исходная зарплата была тридцатник и вам подняли на те же 10, сколько процентов рост? Почти на треть. Поэтому, господа, наблюдающие, не забывайте про эффект высокой базы. А в Москве, ну можно поплакать, в Москве вообще на 8% выросло. Там не нефтяники, там просто исходная заработная плата и все по организациям, что вне организации, мы не знаем, статистика толком не учитывает. Так исходная зарплата в Москве 120 тысяч. Да и выше в номинальных рублях, только на Чукотке и на Ямале. Не сильно, но выше. Вот вам и ответ. Поэтому не плачьте по поводу нефтяников. Там, да, там инфляция выросла не так сильно. Кстати, если верить Росстату, то она выросла в этих округах на 2-3%, но опять же, там и так цены были выше. Это вам не курган. Это просто совсем другой мир. Людей, неплохо зарабатывающих, конечно, сейчас у них динамика будет слабее по сравнению с теми, кто получал мало. Ну только правильно акцентируйте в причину. И могу вам сказать, что если мы берем «Газпромовский регион» и «Ямал», ну казалось бы, «Газпром» сокращает объемы производства. Да, все правильно. Но тем не менее, если вы посмотрите на бюджет «Ямал-Ненецкого округа», там шикарный рост. Поэтому не все не так одномерно. У хантов, они по перерасчетам получили дополнительно 20% поступления налога на прибыль, у них тоже все хорошо. Поэтому не бегите впереди паровоз. Надо знать, ну, большее количество вводных, и не стоит вообще делать апокалиптических сценариев. В долгую, в том, что происходит, в долгую, мало что хорошее, в короткую все гораздо сложнее, чем одномерный прогноз. Это не так. Вопрос от Ильи, кстати, про «Газпром». Наталья Васильевна, почему, на ваш взгляд, «Газпром» не газифицирует регионы в должной степени в свете последних событий? Неужели и сейчас невыгодно, или дело совсем в другом? Спасибо. «Газпром» должен был проводить программу внутренней газификации за счет своих экспортных доходов. И тут мы с вами сели по разные стороны экрана и заплакали. Усохли очень сильно экспортные доходы. Что-то есть. Да, он сейчас резко сокращает инвестпрограмму, кто не знал. Ну, то есть новые месторождения будут разрабатываться медленно. Да, мы знаем, что стройка и инвестиции в Ямало-Ненецком округе сократились, ну, соответственно, на 17, на 10, 11 процентов. Да, идет поджатие. Из этих средств, которые недовложены в инвестпроекты, что-то будет идти на газификацию. но не так быстро. Эту программу потихоньку будут делать, потому что надо расширять внутренний рынок. Все так. Это правда. Китай еще ни подо что не подписался. Сила Сибири-2 это так, давайте скажем, разговорный процесс. Посмотрим, что будет дальше. Но шикарных денег для того, чтобы это все делать, у «Газпрома» уже нет. Более того, там и с другой стороны ступор некоторый, потому что, когда люди радостно ждут газификации, к ним приходит межрегион газ, такая структура, догоняется эта труба и доводится до участков населения. А потом выкатывается сумма для подведения в дом этого газа, собственно, в дом с плюс оборудованием. которое для многих просто неподъемно и люди отказываются от газификации. В областях не Черноземья, я знаю, немало таких примеров. Еще вопрос от наших зрителей спрашивает, насколько сильно Китай влияет на российскую экономику и на экономику регионов, соседствующих с этой страной. Есть ли какие-то тенденции в этом смысле? Так они уже давно сложились. Все регионы вдоль китайской границы Амурской области Приморский, Хабаровский края. Главный их экспорт и главный импорт это Китай. Это давно, это ССВО, это не связано. Поэтому тут все уже устаканилось, ну, скажем так, лет 10-12 назад. Уж как минимум, а то и раньше. Второе. Китай сейчас главный поставщик для нашей страны машин, оборудования, автомобилей. Если взять весь объем китайского импорта в Россию, то 60 с лишним процентов это техника, машин и оборудование. 60. То есть мы Европу заменили на альтернативный ввоз из Китая. Если мы посмотрим на динамику цен, то, то, что Россия поставляла в 23-м году, как обычно Китаю, это на 80% сырье и энергоносители, оно подорожало где-то процентов на 12. Ну, понятно, почему цены на нефть, газ, уголь в 23-м году уже так сильно не росли, а порой и падали. Тут от цены очень зависит. А то, что въехало в Россию, подорожало почти в полтора раза. А это в основном техника, машины, оборудование, автомобили. Поэтому, ну да, есть вопросы. Если взять в долях, то на Китае сейчас приходится больше трети всего российского внешнеторгового оборота. А уж в импорте так почти под 40%. Ну, вот такая картинка. А дальше вы думаете сами. Появились ли еще, скажем так, серьезные смещения, вот опять же, в плане экономических союзников? И если да, то кто появился? Турция. Турция. По нефти Индия. По нефтепродуктам Бразилия, Турция. По сырой нефти отчасти арабские страны, Персидский залив, они закупают нашу сырую нефть, а свое делают из нее нефтепродукты и продают в Европу. Просто как бы рынки усложнились. А так мы очень широко контактируем с странами, так называемого, глобального юга со странами Азии. Да, приходится немножко демпинговать, но это покупают и потом сокращается очень вот эта скидочная история. Поэтому по многим позициям Россия себя чувствует неплохо, это честно, надо признать. Иран и Северная Корея имеют какое-то значение, кроме военного? Мы крупные поставщики зерна в Иран. У нас три орла, которые мы больше всего продаем. это Турция, Египет и Иран. Больше всего российского зерна по поставкам уходят в эти страны. С точки зрения технологий, ну, увольте меня, я не знаю. Слово дрон я уже выучила, но позвольте мне не комментировать то, в чём я абсолютно не разбираюсь. Но поверить, я где-то прочитала, что это не такая сложная продукция, но возможно, да, там это делают. В остальном же фисташки, сухофрукт, орехи. То, что мы вполне себе получаем из Ирана и прекрасно, потому что это очень неплохие по качеству продукты. Но говорить о каких-то технологических вещах, ну, я бы точно не рискнула. А слово дрон оставляю на усмотрение профессиональных экспертов. А слово импортозамещение, ставшее популярным после 2014 года, сегодня можно с научной точки зрения воспринимать? Или это красивый маркетинговый ход всё-таки? Нет. Почему? Вопрос смотря чего. Смотря чего. Я не сомневаюсь, что потихоньку, например, будет сдвигаться, импортозамещаться, семеноводство российское. Потому что, когда у нас почти полностью семена кукурузы, картошки и сахарные свёклы были импортные, сейчас просто начата чёткая политика и туда пошёл бизнес. развитие отечественного семеноводства. Ясен перец, что в первые несколько лет, а может и больше, эти семена будут хуже, урожайность у них будет меньше. Ну, потому что как гнаться за байером и другими гигантами, которые вкладывают в генетику миллиарды. Ну, например, по зерну у нас неплохое семеноводство. Поэтому что-то будет? Логика очень простая. Чем проще технологические продукции, тем проще её импорту заместить. Высокотехнологичную продукцию заместить крайне сложно, потому что для того, чтобы отбить ваши расходы на вот эту инноватику, на все эти инвестиции в разработки, потом в производство, вы можете их отбить только одним способом. У вас должен быть большой рынок сбыта, эффект масштаба должен сработать. В России маленький рынок сбыта. Поэтому, что будут делать, я вам скажу, то, что сочтут так называемые критическими технологиями. Туда тупо пойдут бюджетные деньги, денег там считать не будут. Посмотрим, что из этого получится. Ну, что-то точно получится, но на всякий случай сообщаю, что обещанный в 2023 году выпуск трёх первых самолётов МС-21 отложен на следующий год. Поэтому всё не так просто. А заместить, ну, какой, я не знаю, простенького, среднего уровня технологии продукцию. Ну, допустим, у вас есть нефтепереработка, там есть всякие присадки. Ну, когда-то их Советский Союз же делал. Просто стали брать у западников, потому что качественнее и дешевле. Можем перейти на наш? Конечно, конечно, и это происходит. Поэтому, вот, давайте так, категоричность утверждений всегда мешает здравым оценкам. В чём-то да, но высоко технологичные продукции или нет, или с бешеными расходами государства и за немалое количество лет. Ещё много вопросов, попробую задать несколько. Спрашивают, а в какой стадии, на ваш взгляд, сейчас отношения экономические с Евросоюзом? Есть ли они? Или, в общем, там всё... У нас паритет торговли сделался, наш экспорт и их импорт. Он рухнул и у нас, и рухнул у них. И теперь мы в паритете. Примерно сколько продаём, столько и покупаем. Только это раз 5-6 меньше, чем было раньше. Ну, вот так. Они не мёртвые, что-то продаётся, покупается. Но когда у вас 5-6 раз меньше, когда Китай уже, это больше трети внешнеторгового оборота, когда-то 45-48% всей внешней торговли было с Евросоюзом. Ну, теперь я по памяти говорю, могу ошибиться, процентов 5-6, ну, 7, как-то вот так, да. Приехали, но мир поменялся для российской внешней торговли. Это сильно болезненно? Или, опять же, если мы говорим на таком индивидуальном уровне, большинство этого не почувствует, китайская продукция заменит европейскую, и всё будет хорошо? Частично, да. Ну, смотрите, ещё частично всё-таки прилично растёт производство, например, комбайнов зерновых российских, потому что там есть субсидия на лизинг, там государство, в общем, помогает. Я недавно с изумлением узнала, что просто куплен тракторный завод в Канаде и поставлен там, и теперь они производят и трактора. Технология же можно покупать, это же не запрещёнка, понимаете, это можно, это сельхозмашина. И вот это тоже, я так тихо крякнула, вспомнила годы первой пятилетки индустриализации, когда Советский Союз купил 300 заводов, и вот все вот эти Челябинский тракторный, Харьковский тракторный, Волгоградский трактор, это же собранные американские заводы на российской территории. Можно повторить этот путь? Можно. Если бы товар не подсанкционный, можно. И это тоже вариант, потому что мы провалились с трактора строения. Если мы берём сейчас, смотрим легковые автомобили, вот для меня очень интересный кейс. Давайте так, китайцам намного проще продавать в Россию готовые машины, собранные дома, легковушки. А наши власти очень хотят, чтобы тут была сборка. И вот смотрите, всё тоже по-разному. На автоторе в Калининградской области как-то это зашевелилось. И что-то там начали собирать. «Москвич» номер шесть имени «Рено Зил». Но там скорее демонстрация сборки. В Калуге, насколько я знаю, пока ещё ничего не началось. Посмотрим. Посмотрим. Ну какая-то сборка, возможно, будет хавал китайский. Как работал, так работает. Но потоком пошли готовые машины из Китая. Сейчас больше сорока процентов рынка. Как раз вопрос об сталинской индустриализации, что закупали заводы, приглашали, кстати, американских специалистов, консультантов. Но там ещё был один аспект. Это заключённые, которые эту индустриализацию, собственно, практически за бесценок осуществляли. Или не так? ГУЛАГ направить в обрабатывающую промышленность? Простите меня. не попытаются ли учитывать определённый опыт работы с заключёнными? Сами знаете, где. Я вот вам сегодня же говорила, что геополитические приоритеты. Это отдельная история. И вот что с ростом числа предоставления российского гражданства жителям стран Средней Азии? Что с резким, практически двукратным, сокращением сельдельцев в российских пенитенциарных учреждениях? Они были выпущены по УДО, условно-досрочным, в массовом порядке. Куда же все они родные в итоге направляются? Вот я географ, и я всегда буду повторять. Юго-западное направление. Это не про экономию. Это про другое. Но нет ли соблазна, учитывая, что у них есть определённый опыт работы с заключёнными? Ну, вы указали, в каком направлении они обычно едут. Почему бы не попытаться использовать их труд для того, чтобы за бесценок практически что-то создавать? Такое может быть? Первое пытались на железной дороге, на реконструкции Транссиба. Бамо, благо, лагерят там водятся. Квалификация не та. Понимаете, рыть Беломоро-Балтийский канал, нужна лопата. Просто класть железнодорожную штуку, уже с шпалы не потаскаешь, там укладчики работают, там нужна квалификация. Поэтому квалифицированные синие воротнички, это проблема, которая не решается ни зэками, ни, простите за мой неполиткорректный словесный ряд, таджиками. Не решается. Ну и в завершении нашего интервью вопрос от зрителей, он очень абстрактный, как вы любите, но тем не менее, а дальше-то что? То есть у вас есть понимание того, к чему всё идёт? В ближайший год, по моим ощущениям, я их всё время корректирую с коллегами, я имею в виду 24-й, ну если не случится чего-то вот чёрно-лебединого, примерно ситуация будет продолжаться как есть, с большой вероятностью в 25-м, а там наступит следующее. Первое, то технологичное оборудование, которое стоит в России, но его надо ремонтировать, и надо как бы, есть, например, такие турбины, высокотехнологичные, вы не поставите там запасную часть, они чипированные, это может сделать только производитель, ну значит, будем выпускать более простые турбины, поэтому на расстояние более 2-3 лет, это совершенно понятно, упрощение экономики и рост технологической отсталости экономики, и это настолько очевидная история, что уже утомительно это повторять. Многим не нравится это очень слышать, но, пожалуйста, если вы переходите на китайскую продукцию, она может быть неплохой, китайцы многого добились, но есть хай-тек, турбиностроение, самолетостроение, компьютерных делах, который географически расположен там, куда нам сейчас торговать очень сложно, поэтому это неизбежность, и это надо четко понимать, это цена вопроса, и еще хорошая новость, на рабочие силы-то будет дороже, поэтому молодое поколение, которое входит на рынок труда, даже если не очень квалифицированное, у них шанс получить более высокую зарплату сохраняется, если это кого-то утешит, ну да. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш прямой эфир, Наталья Зубаревич была с нами сегодня на прямой связи, спасибо вам и до следующего раза, всего доброго. Всего доброго. Мы продолжаем наш эфир и переходим уже к финале.